Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok SkyDrive это бесплатное онлайн хранилище на данных с выделенным облаком на 25 ГБ То есть вы можете хранить свои данные какие угодно Размером с 25 ГБ это достаточно много для домашнего пользователя Также это и есть удобным средством для обмена документами и фотографиями с друзьями и другими пользователями Какие же основные преимущества технологии в SkyDrive? Это надежная и продвинутая система доступа к данным То есть вы можете залить определенные файлы и настроить доступ То есть чтобы он имел доступ к этому файлу, а он не имел А к этому файлу имели все общий доступ А те чтобы вы могли его редактировать, а те чтобы вы могли только смотреть Отсутствие ограничений в расширении файлов То есть здесь имеется в виду, что вы можете заливать какие угодно файлы То есть это своего рода как дополнительная флешка на компьютере Заливайте что хочешь Синхронизация приложений Microsoft Office с хранилищем То есть это значит, что вы можете редактировать на своем Office Word Создать документ и непосредственно сохранить его в SkyDrive Не только на свой компьютер, но и сразу же в SkyDrive Соответственно, чтобы потом открыть доступ к нему другим юзерам Хранилище информации на 25 ГБ Да, как я уже говорил, здесь довольно-таки огромное хранилище данных Но есть одно маленькое ограничение Это один файл должен быть не более чем 100-100 МБ Доступ к информации 24 на 7 без пингов и ограничений в скорости То есть вы можете круглосуточно иметь доступ к своему SkyDrive И хоть оттуда даже не вылазить всю свою жизнь Скорость работы довольно высока Все зависит только от вашего нета Доступ к гипплатным версиям Microsoft Web Apps То есть вы можете непосредственно в SkyDrive С помощью облачного приложения, допустим, Microsoft Word, Excel, PowerPoint и OneNote Создать определенный документ и в нем же его редактировать И наличие установленной версии Microsoft Web Apps на своем компьютере не обязательно Синхронизация облаком с Windows Phone и iPhone и другими, собственно, девайсами от Apple То есть это значит, что вы можете синхронизировать свой аппарат Задать определенные параметры для того, чтобы перекачать данные с вашей девайсины на облако Это все делается с помощью установки клиента Клиентской программы, которую Microsoft сделал специально для юзеров WP и iPhone и так далее Улучшенная работа с фотографиями и слайд-шоу Это значит, что вы можете залить огромное количество альбомов, фотографий И после этого также вы можете просматривать это в виде слайд-шоу Что есть очень удобно Поддержка PDF-верал форматов Как показывает практика, пользователи очень часто заливают PDF-верал фотки И чтобы их попросту не скачивать на свой компьютер Есть возможность просмотреть их непосредственно в браузере Они открываются с помощью уже готовой заплатки И ридер открывается непосредственно в Ешке или в Мозиле Или в чем-то там Так же самое и RAW фотографии Я об этом чуть позже расскажу Загрузка файлов со HTML5, CSS3, перехода в Internet Explorer 10 Это означает, что скорость работы сайта достаточно увеличилась по сравнению с предыдущей версией То есть теперь вы можете заливать непосредственно огромное количество Не знаю, как огромное количество, но 5 файлов одновременно можете заливать в браузере Все это с помощью HTML5 делается И так же пока есть в наличии улучшенная работа, как раз быстрейшая В Internet Explorer 10 Которая доступна на Windows 8 и Google Pro Review Итак, что себе представляет использование Microsoft Web Apps Это Word, Excel, PowerPoint и OneNote непосредственно в окне браузера Как я уже говорил То есть вы можете напрямую открыть SkyDrive Тыкнуть кнопочку создать документ Выбрать какой вы документ хотите То есть это таблица, Excel, Word документ, презентажка PowerPoint или заметки OneNote И редактировать их непосредственно в SkyDrive Создавать, редактировать, расшаривать Облачные усилительные мощности, которые не зависят от параметров компьютера То есть это идеальный вариант для тех, у кого слабенькие нетбуки И так же не очень много денег То есть для базового редактирования файлов Отлично справится маленький нетбук Через который вы заходите на SkyDrive и там создаёте свои офисные документы Синхронизация облака с Windows Phone, iPod, iPad и iPhone Это значит, что есть поддержка мобильных устройств SkyDrive Они обеспечивают синхронизацию аппарата с персональным облаком То есть, как я уже говорил, вы выбираете необходимые файлы Эти файлы просто перекачиваете в SkyDrive с помощью разработанного клиента Этот клиент доступен для вот этих девайсов Что же это необходимо? Вот оно, клиентское приложение для вас на Windows Phone, iPhone и прочие i-девайсы Продвинутый шаринг Продвинутый шаринг представляет собой возможность создавать эти файлы только для себя То есть, вы перекачиваете определенную информацию, создаете определенные документы И имеете только вы их им доступ И больше никто Все зависит от параметров Возможность отправления ссылки на файл в другу с правами редактирования и без То есть, вы можете создать документ определенный И отправить ссылку по e-mail к этому, на этот файл в другу Причем, вы можете пометить так, чтобы этот друг мог редактировать и внести какие-то изменения в этот документ Возможность встраивания HTML кодов с шаршальной папки и файлов в блок или на формы То есть, вы можете расшарить свою папку, свои документы таким образом, чтобы на своем блоке непосредственно сразу же ними поделиться То есть, прямая, не то чтобы прямая ссылка, а своего рода предпросмотр Но я все это покажу на демонстрации Отсутствие ограничений хранимых файлов То есть, это значит, что вы можете на свою онлайн флешку заливать все абсолютно что угодно И если все-таки в SkyDrive нет определенного просмотра каких-либо типов файлов Вы просто можете скачать этот файл на свой компьютер и на нем просмотреть То есть, ограничений по форматам файлов нет никаких Синхронизация документов в Microsoft Office Это значит, что если на вашем компьютере установлена какая-нибудь редакция Microsoft Office Вы можете в своем Word, Excel и PowerPoint Допустим, сделать документ определенный И после этого непосредственно сохранить его как в SkyDrive, так и на своем компьютере И после редактирования этот документ будет синхронизироваться с обваком и наоборот Что касается OneNote Здесь стоит отдельно, напомню То здесь созданная вами записная книжка может храниться непосредственно на серверах SkyDrive И лишь открываться на вашем компьютере И после того, как вы будете вносить данные Все сохранения будут непосредственно в SkyDrive Но по желанию вы можете эту же записную книжку перетащить на ваш компьютер Это достаточно просто и удобно Улучшенная работа с фотографиями из слайд-шоу То есть демонстрация сохраненных фотографий в виде слайд-шоу С возможностью подписывания фоток Это означает, что вы можете использовать ваш SkyDrive Как огромное количество всех ваших домашних архивов И также каждую фотографию можно дать соответствующее имя для удобства поиска Каждую фотографию можно подписать, написать определенный комментарий И после этого вы можете просто запустить слайд-шоу Слайд-шоу и все фотографии будут проискиваться в определенном порядке С определенными подписями или без, это уже по вашим параметрам Все очень просто и удобно Работа с PDF и RAW файлами Как я уже говорил, пользователи довольно часто заливают PDF файлы И часто возникает потребность в том, чтобы их открыть непосредственно в браузере Это делается все очень просто Если у вас есть Adobe Reader, вы попросту устанавливаете его То у вас сразу же в IE, Mozilla, Opera будут открываться PDF файлы То есть не нужно их дополнительно скачивать Что касается Chrome, то там нужно скачивать отдельную какую-то заплатку Я хромом не пользуюсь, поэтому... От дефолта Я читал, вот просто что там Ну, может новых Открытие фотографии RAW формата большинства производителей фотокамер То есть это значит, что если вы какой-то там профессиональный фотограф Но у вас все винчестеры, они являются не самым надежным устройством проявления даток Вы также можете свои фотографии сливать в SkyDrive И при необходимости вы можете их просматривать непосредственно в браузере Для этого необходима Microsoft Camera Codex Pack Вы можете скачать вот по этой ссылочке Все запомнили, да? Я переключаю Вот, вы скачиваете этот Codex Pack И довольно-таки большинством форматов фотокамер Вы можете просматривать прямо в браузере Я также это продемонстрирую Так, HTML5 вместо SilverWide Денис Ивановичу нет Ему бы это не понравилось Использование HTML приводит к увеличению скорости работы Это означает, что все файлы, весь вообще сайт работает гораздо быстрее Чем в прежней версии на SilverWide Также вы можете закачивать огромное количество файлов одновременно Это не потеряет работу И, соответственно, вы можете одновременно закачивать файлы И при этом работать со SkyDrive, не перезагружая страницу Вход в SkyDrive благодаря HTML5 выполняется в полтора раза быстрее По сравнению с предыдущей версией Что же необходимо для начала использования SkyDrive? Да, все, что необходимо для использования SkyDrive Это Windows Live ID То есть достаточно одного Windows Live ID Вы будете получать доступ к довольно-таки многим вещам И плюс SkyDrive Windows Live ID заводится совершенно бесплатно При этом вы еще получите отличную почту Hotmail Ну и все При авторизации в SkyDrive вы используете ваш Hotmail И пароль Демонстрация Так, настало время демонстрации Сейчас я вам покажу примерно все то, что я рассказал Ну и в SkyDrive можно привозить вот такой Hotmail Ну, не только Да Допустим, в Xbox Live вы тоже используете мне Обязательно Hotmail Так же Он подвязывается, но тогда просто легче То есть, ну, когда SkyDrive интервьюирован с Hotmail Эти все отправления файлов, все То есть оно удобно очень Хотя, честно, они сейчас делали так, что уже все равно на такой почте Можно питание? Да Если я рушарю в докфайл другу для редактирования Ему потребен, так само буду зарегистрированием, чтобы редактировать его Я сейчас все это расскажу Вот так выглядит SkyDrive Здесь мы видим окошко авторизации И вот я уже зарегистрировал здесь, конечно Вводим свой паспорт Вот Вот так является собой средство SkyDrive Здесь мы видим быстрый доступ к своему Hotmail, к мессенджеру И вот непосредственно панелька управления SkyDrive Здесь вы можете создавать напрямую офисные документы, как я уже говорил Здесь вы можете добавлять файлы, создавать папки И просматривать их синхронизацию Итак, как создать, допустим, папку? Я думаю, это элементарно Тыкаем на создать папку Пишем здесь ITQ Там можно идти с формальностей И вот Дата изменения только что Заходим в нее Здесь мы можем как создавать документы всякие разные Так, собственно Так, собственно, и перетаскивать в эту папку Вот открылся WordWebApp Это хорошо, мы его закрываем И вот мы видим этот документ созданный Сюда мы можем добавить файлы Благодаря HTML5 мы теперь можем Непосредственно не с помощью обзора файлов перетаскивать их А с помощью простого перетаскивания Оба Здесь мы видим отправочку Сразу хотел, но только какие браузеры? Что? Какие браузеры? И на всех? Нет Официально притримуются ИЕ Мазива Затем Нет Офер вообще уже начал отставать Очень сильно по этим всем стандартам И, кстати, вот из-за того, что 9-ая Ешка не использует все новые Те возможности HTML, что появились Ну, уже полностью утвердились после выхода 9-ой Там тот же файл IP Из-за этого получается, что в Mozilla в этих всех Оно использует файл IP HTML5 А в Ешке 9-ая сильный влайт Единственный элемент, который в сильный влайт иске остался Нужно поддерживать драк-н-драк, да? Драк-н-драк поддерживает С уже в окнат? Ну, вот мы видим, как мы можем добавлять как архивы, так и Excel-приложения Они все отлично грузятся и отлично сейчас будут здесь отображаться Вот, допустим, мы очень хотим расшарить папочку Допустим, Folder Play Не знаю, может кому-то нужно приложение для Nokia Что мы делаем? Вот мы видим сбоку такая вот панелька Общий доступ Можно также правой кнопкой мыши тыкнуть по этому файлу И нажать на этот общий доступ Мы можем отправить ссылочку на этот файл по электронной почте То есть доступ к этому файлу будет иметь только тот, кому придет на почту Эта ссылочка Допустим, сейчас я пришлю у нас свою же почту И вот есть маленькая вкладочка Пользователи могут изменять То есть тот, кому я пришлю Допустим, если я прислал бы документ Пользователь, которому я прислал бы этот документ Могли бы его непосредственно изменить и сохранить изменения Нажимаем общий доступ И к нам на почту То есть на почту тому, кому мы расшали Отправляется вот такое чудесное письмо Сейчас только... Ага, а вот мы его и видим уже Смотри И вот оно Мы тыкаем по Folder Play Ждем загрузки И да-да-да-да Вот, открыется наш расшаренный файлик Мы можем его скачать Просто открыть и так далее Так, о чем же еще стоит показать Файлы Расшаривание Далее мы можем расшарить, допустим Этот же Этот файл Не с помощью электронной почты А поделиться ссылочками на какой-нибудь социальной сети Типа Facebook Тут мы можем добавить службы К сожалению, ВКонтакте здесь нет Я думаю, Microsoft к этому присматривается И скоро исправит это положение Но допустим, на том же Facebook Если добавить службы, то все равно не будем Просто скопировать ссылку нельзя Если ходит про социальную службу, то у нас ссылка Третья вкладочка Сейчас все объясню И вот По идее на нашей страничке на Facebook Должен появиться Месседж В ленте новостей По крайней мере Здесь Вчера тестил был К слову, в ленте новостей появляется вот такая вот, допустим Папочка В файле И с пометочкой Отправлена с помощью Microsoft 3 Также мы можем расшарить эту папочку Каким образом получить ссылку То есть доступ к этому файлу будет иметь только те пользователи Которые будут иметь ссылку Это может быть только просмотр Хорошо? Даже меньше Это может быть только просмотр То есть мы генерируем ссылку для того, чтобы пользователь только смотрел этот файл Просмотр и редактирование То есть мы можем расшарить этот документ так, чтобы пользователь мог посмотреть и внести какие-то коррективы И публикация Это чтобы разрешить просмотр своих данных из интернета Использовать общедоступную ссылку То есть этот файл будут видеть все Те, кто будут знать наш BID Итак Просмотр Также хотел бы показать просмотр RAW фотографии Я вчера установил себе Microsoft Camera Codec Pack Сюда мы можем добавить файлик Вот Расширение NF Несколько нестандартное Но это Я точно не Жалко Ушел Он наверняка узнал бы К какому фотоаппарату принадлежит эта Это модель фотографии Так Пока он загружается Забыл рассказать о встраивании HTML кодов в ваш блог Допустим у вас есть файлы определенного типа Вы хотите с ними поделиться на вашем блоге или на каком-то форуме Для этого Для этого мы делаем что? Мы делаем Тыкаем правой кнопкой мыши Получить ссылку Напомню где ссылка для блога После файлы внедрить код О боже мой точно Вылетела звук элементарная Тыкаем правой кнопкой мыши и внедрить Создаем HTML код определенный Копируем его Создаем Идем на наш форум Определенный какой-то Сохраняем изменения Делаем все это в виде HTML Открываем это в браузере И как мы видим Вот собственно вход нашего расшаренного документа Мы можем Тыкаем со мной и перейдем непосредственно в нашу печетку И здесь мы можем и просмотреть это милое видео Оно выдает сразу просматривать, оно просто передает картинку, превьюшку и... Здесь насчет видео да Насчет фотографий, насчет фотоальбомов да То есть превьюшка А превьюшка попадает с фотоальбом Так Можете показать еще раз код? Айфай Айфай Понятно Да Все Видео здесь работает по Silverlight То есть это не изменили, но это особо не надо Так Так же вот мы видим панельку Это то, что мы расшарили уже Здесь мы можем отредактировать Добавить какой-то определенный документ И поудалять Если мы передумали Что-то кому-либо показывать Вот Нет ограничений по хранению файлов То есть вы можете залить все, что угодно абсолютно Ага Вот, кстати, наш RAW формат Вова, какому фотоаппарату принадлежит RAW? Я не знаю, у меня ЦР2 ЦР2 Ну да, вот мы видим RAW формат уже готовый Нередактированный Все это благодаря Microsoft камеры На кодах ПАК Вот такой вот, собственно, у нас SkyDriver Поддерживает все Отличный свайшоу подойдет Гибкая система шаринга Отшаринг кому угодно В социальных сетях По e-mail Можно не бояться о том, что ваш винт на вашем компьютере не вернется Там в облаках такого нет Ну, как есть Но там все копируется В облаках В облаках В облаках В облаках Вот так и не дали ответ на мое питание Не задавался Да, повторите, пожалуйста Чи можно адекватить той, кому я предправил селку с редактуванием И что он не зареєстрованный? Можно Конечно, можно То есть ему не обязательно входить через свой левый ид Ему достаточно Он будет видеть вашу учетку Ваши расшаренные файлы Только ваши Он сможет внести некоторые коррективы И сохранить То есть ему не обязательно иметь левый ид Но, в принципе, это не такая проблема Мне кажется, создать его Ладно Смотри, я такой простой человек У меня не 25 гиггих фоток У меня 60 гиггих фоток Что делать, если ты больше, например, нужно жертвовать? Схалкурить Создать еще один гиггих Архивировать Хорошо Не, а Купить надо Не Не Насколько я SkyDrive Это для домашнего пользователя Простого Это все бесплатно Никаких домашних пользователей У меня 60 гиггих Ты уже не просто 100 гиггих Да Соответственно Тебе нет никак Создай второе левый ид Третий Десятый Я не знаю, сколько гигабайт Что? Ладно Я не знаю G5 У меня G5 У меня G5 У меня G5 У меня G5 Еще вопросы Да Ты дроббоксом пользовался? Ну Кирилл Пользовался Представил мне кое-что-нибудь Хорошо В чем суть вопроса Дроббокс Он предлагает Ну Насколько я понял Слабый аналог То, о чем ты рассказывал Он древой идеи Электронная флешка Его ценность не в том Что он хранит Электронную Данную на сервере Это один плюс Плюс в том Что у него есть программа Которая позволяет Сорганизировать папку На байловой системе То есть в чем я Я хочу залить на дроббокс Я не захожу на сайт А я просто открываю папку Небескредит Батеритаскиваю какие-то файлы Понятно Ну киски расшагиваются на сервере Найдет саму Чтобы принял западки Это очень удобно Здесь есть такая программа Которая позволяет Делать подобные вещи Здесь есть программа Которая делает подобные вещи Насколько я знаю На айфон Айпад На них есть клиенты На счет Из скайдрайва Windows Live Essential Да Там Live Mesh Он позволяет 5 гигабайт Из этого хранилища Не-не Ну и все Это инш Live Mesh Там 5 гигабайт Даже другой Без скайдрайва Нет такого Скайдрайва Нет Скайдрайва Нет Так ты можешь достукатись З скайдрайва До 5 гигабайтового Отдельного Знаете З вебморды Ты можешь достукатись До 5 гигабайтового Раздела Який в тебе нормально синхронизируется Live Mesh Вот и все Но все эти 25 гигабайт Синхронизируется Одновременно Я колись Є деякі примочки Якими можна Весь 25 гигабайтний раздел Зробити Як сетевый диск Но Благодаря цьому У меня профиль Грузикса Десь на минуту Довше Нет Идеально в том Что он как бы динамично Питягует Просто что Тебе копия нажала Ну и дробокс Он делает Он делает так само Он делает так само Ты дробокс Ты ставишь клиент Ставишь Тебе тоже ставишь И так само ты Запускаешь И летимешься Саша Дима сказал Что После его файловой структуры Так как раз Питягула У него как бы копия Будем надеяться Что выпустится Это какой-то клиент Какой-то Дополнение Я согласен В смысле Подожди Ты можешь сам писать программу Кстати да Ипи есть Ну слушай Что написать кривыми руками Ну кстати Проблема скайдрайва в том Что там запрещено Выливать Вроде бы Абсолютно левые там файлы Ну например Мп3 Скайдрайв через атишку Через оцей сетевый диз Який в мене був Мп3 я вылети не мог Но через веб морду Я мог вылети Мп3 Скайдрайв То есть есть какие-то Печковые моменты Якие треба Почекать Но все-таки Треба понимать Что это бесплатный продукт И самое основное преимущество Это онлайн офис В котором вы можете Входить Время создание Время создания Это Начало 2000 Если хоть моему 15 лет Скайдрайву где-то Думаю Лет 8 точно есть И они с самого початку Проглазоваться Для них Друбокса Друбокса тоже рефераль С самого начала не было Вопрос Актеризация Актеризация Значит По всем этим Документным соглашениям Соединенные Документные Вопрос Вопрос По Как это Резонтируется С одним Семьим Есть У них Privacy Agreement В котором Описано Что Microsoft не интересует Ваши личные данные Вы можете Ну Например Шестидка Там Шестидка Там Хранит Ключи Для активации Там Всего Остального Многие Я храню Кучу Книжек Майкрософтовских Которые Которые Не имеют права Другой Разговор Отслеживание Данных Кроме Не по решению Они Подписали Документы Нормативные Документы Кирилл говорит А12701 По моему Которые говорят О том Что это Европейские Нормативные документы Которые говорят о том Что они не имеют права И не имеют доступа К данным Вообще Построение SharePoint В принципе Обслуживающий Персонал Не имеют доступа К самим данным Они могут их Бэкапить И не могут их Рестолить Но Доступ к самим данным Они не имеют Хорошо Вопрос Второй Написание Программ Чтобы Грубо говоря У меня действительно мало Допустим Теперь Теперь Мне надо Какой-то Мастердан И взять И обработку Я пишу Долевая Программа Программ Которую нужно считать 1-1, где, грубо говоря, 1-8, да? Что я запущу на контрик, он у меня должен был. И, грубо говоря, что я запускаю на область. Интересно, будет ли область, как ты заставить считать? Как ты заставишь считать? Ну да, конечно. Пинк можно заставить считать. У них есть продуктольфрам альфа, называется, который проводит вычисления, постоянные графики и так далее. Но связать это с Кайдрайвом не так. Основная цель с Кайдрайва в том, что это обновленное хранилище и наличие отрасли веб-ап, базовых причем. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Гладкий ID, да? Если вы хотите увеличить, никак. Второй левый ID? Второй левый ID, а увеличение даже платное не возможно. Поднять свой SharePoint? Разве что да, это коммерческие вещи. Сколько пользователей надо добавить в дроббоксе, чтобы 16 их у тебя было? Сколько ты там добавлял? 16? Чтобы 16 это надо быть уже, чтобы у тебя почта была подтверждена как еду. Да. А, 10 человек? Десять человек. Десять, десять. Десять? Да. А десять человек и... А максимум? Ну, есть у них окончательные? Плюс восемь. За сколько пользователей? Ну, там они дают 150 мегапайд за каждого пользователя. Ага. И максимум можно восемь гигг, если ты обычный пользователь, и шестнадцать гигг, если ты купил... То есть максимальная возможность взять всего шестнадцать? Ну, самое максимальное, что ты можешь, это двадцать гигг сейчас. Так. Я предлагаю такие обговори, обговорения лишите для кофе-брейку. Да. Если еще вопрос до влады... Если тут максимум тебе двадцать, то все получится. Тут уже двадцать пять. Тебе без кучи пользователей... То есть... За что? 100 мегабайт ограничения файла? 100 мегабайт ограничения файла и количество трафика. Я тут количество трафика не слышу. Ну, то есть, если ты залил файлик и расшарил его, как торрент его весь интернет начал качать, то там его... Здесь ограничения какие? Как интерфейс поставить? То есть, изначение... Ну, в каком поводе, да. А что, дробок за ограничение трафика? Да. Попробуй, залей петришку и сделай так, чтобы хотя бы 500 человек скачало. Чтобы хабра увидела. Да. Чтобы хабра увидела. Чтобы хабра увидела. И все. Плотали быстренько ляжут. Еще про просмотры PDF, а там... Как бы у них серверное приложение, или просто оно скачивает и уже... Silverlight. Ну, на стороне сервер видоедания, Silverlight рисует. Клин серверное приложение. Ну, в какой-то степени... Там частично идет скачка. Примерно, как слайд-сайловский просмотрщик. Вот. Так происходит просмотр по PDF-файлу. Оно загружается, естественно, в кэш. И... Купил книжку? Скачал. 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 Так, ну что. Идем дальше? Да. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за главу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ